Так вот, не каждому-то дано-то, но мне-то дано. Потому как видел я много чего видел. И в Магнитогорском центре, где лечат и в том числе больных онкологией, видел я, как человек ушел из жизни. И в Челябинске видел я то же самое, когда женщина просто не успела. Вот, и ушел из жизни. Такой же молодой человек. Вот. Но в Челябинске-то попроще дело обошлось. То есть в Челябинске как-то лечат заболевания онкологии. Есть там такая штука, как линейный ускоритель, электроксинерджи. Вот. Почему у нас в Магнитогорске его нет? А вот об этом надо подумать. И прежде всего задуматься о том, что вот где-то здесь можно его и поставить. Дело в том, что дорога туда небольшая, зеленый коридор так называемый. Ходят туда люди, и ходят туда люди различных вероисповеданий, различных религий и различных конфессий. Вот. Я ходил, точнее бегал на протяжении нескольких десятков недель, пробегался там, вот, и видел, что люди с 7 часов постоянно новые, постоянно какие-то другие товарищи приходят, и все получают, и всем становится легче, потому что это 3D. Конечно, очень хорошо в городе металлургов воспитывать металлургическую хоккейную команду. Но установка по работе с вашими мозгами, она не таких денег-то и стоит. Вот. И опять же, задаюсь я вопросом, а что будет-то потом, когда не будет ничего? То есть, когда у человека закончится все. То есть, что будет? Если человек думает, что он когда-то и в другой области, и где-то его полечат и дадут спокойно умереть, ну, я не знаю. Дело в том, что рано или поздно все, и рано или поздно все, кто уехал из Магнитогорска, приходят к одному знаменателю о том, что здесь они были крутыми, а там стали никем. То есть, если у кого-то есть деньги, если у кого-то есть большое желание помочь, есть ли у кого-то есть огромное просто желание дать людям, и в том числе тем, кому Господом написано уйти, некоторую толику, да почему толику, большое количество внимания, то это именно сейчас и надо делать. потому что в городе все-таки не 30% заболевающих онкологии, гораздо больше. Так вот, господа, те, у кого есть деньги, сделайте доброе дело. Сделайте доброе дело для тех, кто вам не сегодня руками похлопочет, а похлопочет тогда, когда это необходимо будет сделать. Вы поняли меня? Поэтому все, что вам необходимо, это побеспокоиться о собственной старости. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин